Рождество Христово Рождество Христово Один из самых красочных праздников в году Во время которого создается удивительная Волшебная атмосфера со снегом Украшенными елками Подарками Походами в гости И, конечно же, особыми рождественскими богослужениями Во время Первой мировой войны Воюющие стороны прекращали боевые действия на время Рождества И даже посылали друг другу из окопа в подарки Интересно, что в Советском Союзе После законодательного запрета всякой религиозной деятельности И религиозных праздников в 1929 году Практически все атрибуты Рождества Были перенесены на мирской праздник Нового года Сама подия народжения Сына Божьего на земле Это святое надеи Святое надеи, потому что Господь Но нареште люди дочекались того, что пришел Мессия Пришел Спаситель, пришел Відкупитель Який має звільнити нас від рабства Від рабства греха, прокляття і смерти И, зрозуміло, знову ж таки До цього свята маємо готуватися Але не готувати вдома Не прибирати, варити, пекти І часом жінки цілий тиждень працюють, готують, роблять, прибирають, миють А на саме свято вже сили зовсім нема Навіть для того, щоб породіти разом з родиною Тому значення приготування цього свята є в першу чергу внутрішнє Знову ж таки, покаятися, переосмислити, подивитися всередину Чи моє серце настільки чисте, що я можу прийняти Христа, який народжується І тому і існує піст перед Різдвом, який так само має на меті приготувати нас внутрішньо, в першу чергу внутрішньо, приготувати нас до цього свята Сьогодні Рождество імеєть не тільки религіозне, но і важне соціально-культурне значення Як частина зимніх праздників, приносящих душевну радость і тепло в холодну зимню пору, создавая приєтом особу атмосферу Конечно, большинство празднує Рождество по-мирскому, да і по-человеческим меркам, по-меньшій мере, неуважительно Почти или совсем не вспоминая виновника торжества, народ видит в этом дні лишь повод для застолья і веселья За исключением лишь некоторых, по-большей мере, суеверних ограничений Между тем, задумайся ми хорошенько о самом именинниці, наверняка би возникло несколько вопросів Рождество не празднулося первими христианами Почему? Потому что, опять же, церковь, которая возникла на основе иудейской культуры, иудейского менталитета Не особо положительно относилась к днім рождения Когда же христианство начало интегрироваться в греко-римский мир, который относился к днім рождения большим уважением, трепетом И даже дні рождения имели какое-то сакральное значение, то есть религиозное значение Стали возникать вопросы, когда же родился Христос Дело в том, что ни в самой Библии, ни в раннехристианских апокрифах нигде мы не находим точную дату рождения Христа Но постепенно, когда христианство стало входить в язычество, за датой рождения Христа закрепилось 25 декабря Как день, который является переломным между зимой и летом, когда начинает уменьшаться ночь, увеличится день Но это лишь начало вопросов, касающихся Рождества Откуда получили дату 25 декабря? В каком году родился Иисус? Почему рождественский символ – елка? Откуда взялись многочисленные рождественские обряды? И, наконец, как правоверный христианин должен праздновать рождение Спасителя? Ну что ж, уважаемые эксперты, нам сегодня предстоит рассмотреть еще один великий праздник традиционного христианства – Рождество В предыдущих программах мы говорили о еженедельном празднике, и мы установили, согласно Библии, это является суббота Мы говорили также о Пасхе, как о самом главном празднике, первом празднике в традиционном круге Сегодня мы говорим о Рождестве, как о втором главном празднике после Пасхи в традиционном христианстве И первый вопрос, он, как и в предыдущей программе о Пасхе, вопрос о датах Почему разные даты празднования Рождества, и откуда вообще взялись эти даты? Ну, разные даты Рождества – это разные календари И мы знаем, что вопрос календарей был всегда очень важен для человечества Потому что, ну, в древности по календарям определяли аграрные циклы И, как мы уже говорили, в 45-м году до Рождества Христова Юлий Цезарь вводит новый календарь юлианский Который реформирует старый римский календарь, в котором были увидены некоторые наслоения И этот юлианский календарь, конечно, был принят церковью И, как мы уже говорили в прошлой теме, и Пасхали, и все остальное, оно каким-то образом опиралось на юлианский календарь Но 128 лет юлианский календарь дает сбой в один день И вот в XVI веке, вы знаете, собор Петра был построен так, что в день солнцестояния Луч солнца должен был попадать на определенный кусочек мозаики Но так как равноденствие менялось с юлианским календарем То дошли к тому, что Папа Григорий сказал, так а где луч? Нужно луч восстановить Поэтому, когда увидели, что уплыло вот эта дата солнцестояния То решили реформировать календарь, и при Григории был введен григорианский календарь Который в тот момент на 10 дней отличался от юлианского И западная церковь, она приняла григорианский календарь Протестантские церкви постепенно, не сразу, где-то в XVII-XVIII веке протестанты тоже приняли григорианский календарь В юлианском календаре, по сути, остались только четыре церкви Но одна из них это русская православная, грузинская И отсюда и разница дат То есть русская православная церковь считает юлианский календарь сакральный Потому что при нем жила первая церковь, первые христиане Они считают, что это нововведение не имеет никакого смысла Потому что григорианский календарь все равно когда-то даст сбой Поэтому русская православная церковь считает необходимым остаться на старом стиле развлечения праздников Западный мир и многие православные церкви, они приняли этот григорианский календарь Но также уже в XX веке был введен и новоюлианский календарь Который соответствует григорианскому И он даст сбой, насколько я помню, только в марте 2800 года В празднике Рождества есть еще один интересный момент, связанный с вычислением самой даты Дело в том, что в те времена существовало такое поверье Можно сказать о том, что в жизни праведника, в жизни святого человека День смерти должен совпадать с днем зачатия Для того, чтобы исполнилась определенная полнота лет И вот по тем же пасхалиям вычислили, что дата смерти Христа была 25 марта От даты его смерти? И получается, и от даты его смерти, когда взять число лет А по Евангелиям мы тоже знаем, сколько лет Христос служил на этой земле То как раз пришли к дате 25 декабря И еще один вопрос, наверное, который интересует и зрителей От Рождества Христова и от нашей эры Это одно и то же или нет? Или все-таки здесь есть какое-то... Ну, впервые эта дата встречается в хронике третьего века Где такой писатель, секст Юлий Африкан, указывает 25 декабря как дату рождения Христа Вот действительно, это событие напоминает нам о рубеже эр О той точке, где заканчивается до нашей эры и начинается от нашей эры И вот что касается слов «наша эра», то это относительное нововведение Которое появилось уже в эпоху просвещения, в эпоху французской революции И во времена коммунистической власти тоже так было принято и на нашей территории А традиционно всегда считалось от Рождества Христова И вот исторически это было так, что в VI веке Папа Иоанн I в связи с вычислением пасхалей Попросил монаха, которого звали Дионисий Малый Вычислить время вот этих вот пасхалей И по тем источникам, которым пользовался Дионисий Малый Он вычислял это время и заметил одно вот несоответствие Что тогдашнее летое исчисление бралось от времени правления императора Аврелиан И зачем вот, когда он представил Папе результаты своей работы То он говорит, что зачем нам нужно считать время от правления язычника Вот это вот Лучше считать время от рождения Христа, которому мы поклоняемся И поэтому он вычислил это время И современные исследователи говорят, что в своих вычислениях он на 5-7 лет ошибся Что настоящее рождение Христа произошло где-то с 7 по 5 год до нашей эры И тому дают основание думать некоторые соображения, связанные с чудесными астрономическими явлениями, которые были при рождении Христа Связанные с должностью Квериния, потому что упоминается, что во время рождения Христа была перепись Собственно, почему Иосиф и Мария пошли вот с Вифлеем записываться Когда Квериний был в это время в должности, что это был где-то 7 век до нашей эры 7 год Да, 7 год до нашей эры, спасибо И это не могло быть позже, чем 4 год до нашей эры, когда, собственно, произошла смерть Ирода Великого, который издал указ, чтобы истребить младенцев возрастом до 2 лет То есть вот и мы имеем временной промежуток, но точного года рождения Христа не имеем, уже не говоря о точной дате Благодарю вас, вы знаете, я улыбаюсь, потому что ни даты, ни года нет И как-то вот так получилось, что Бог не предусмотрел, чтобы точно это было, но тем не менее люди установили Я думаю, что тогда люди обладали меньшим, скажем, знанием о календарях и о том, что происходит, скажем, в небесных светилах, чем сегодня И тем не менее, дата была установлена Почему была установлена и когда, в какое время, скажем, историческое было установлено эта дата празднования Рождества? Когда мы исторически смотрим решение Никейского собора 325 года, то мы там не находим еще праздник Рождества Этот праздник появляется в 431 году, уже на Третьем Вселенском соборе, на Эфесском соборе И все это действительно было связано с тем, что были определенные предпосылки, мотивы Первый важный момент — это момент культурологический, потому что греческо-римское мышление, оно всегда имело в желании праздновать день рождения И чем больше велик был человек, тем было помпезнь и величественное это празднество И нельзя было, конечно, обойти такую великую Личность, как Иисус Христос Поэтому была первая причина, почему возникает Рождество, почему возникает этот праздник Вторая причина — это богословская причина В это время много было ересей, которые проникали в церковь Одно из них — это гностицизм и споры о том, что Христос явился на землю как буквальный человек Это было воплощение или все-таки это было духовное пришествие Христа Все это заставляло церковь защищать истину, библейскую истину о том, что Христос пришел буквально как человек И добрые, хорошие мотивы подталкивало установить празднование Рождества День, который христиане вспоминают и думают о том, что Христос реально пришел Реально как человек пришел на эту землю Третий момент — это то, что действительно праздник в день рождения непобедимого солнца Который всегда был в первый день после зимнего равнистояния, 25 декабря Он имел силу в римской культуре, в римской империи И чтобы бороться с этим язычеством, которое было в римской империи, греко-римской культуре Победить это было очень сложно Поэтому нужно было не побеждать, а заменить Что и было сделано Заменили этот день, 25 декабря, из праздника солнца как божества Праздник Рождества Христова То есть придали христианский смысл Хорошо, я просто, чтобы не забыть, сейчас мы вернемся к празднику Рождества Просто звучит уже мысль, неоднократно она звучит на наших программах По поводу солнца И я, вероятно, догадываюсь, что многим зрителям интересно, почему все-таки солнце Почему заменили солнце Почему такой культ солнца был, или вот солнце являлось языческим божеством Ну, если мы видим, то в древности основной вид пропитания — это была жизнь аграриев, земледельцев Аграрная жизнь, она напрямую связана с солнцем Когда солнце уходит, все умирает в земле, когда солнце приходит, то оно радует, все всходит Поэтому у людей всегда была привязка к солнцу И всегда было желание побуждения язычников солнца божествить И, в общем-то, в самом солнце ничего плохого нет Мы читаем в Библии, в первой главе «Бытие» И сказал Бог, да будет светила на Тверде небесной для освящения земли, для отделения дня от ночи И для знамений времен и дней годов То есть Бог и повесил эти светила для того, чтобы люди определяли времена, годы Но здесь нигде не написано, что Бог обожествил Это творение Божие И император Аврелиан в 274 году в Римской империи ввел праздник 25 декабря «Праздник рождения непобедимого солнца» И, опять же, когда христианство столкнулось с язычеством, оно увидело это особое поклонение солнца Поэтому, опять же, в Библии были некоторые намеки, что Христос — это тоже солнце символически Вот мы читаем текст Малахии, 4 глава, 2 текст «А для вас, благоговеющих пред именем моим, взойдет солнце правды и исцеление в лучах его И вы выйдете и взыграете, как цельцы упитаны» То христианство решило, ну почему бы, если Христос тоже как-то намекается, что символ его солнца Ну почему бы божественность солнца не перенести на божественность Иисуса Христа? Хотя, опять же, солнце, правда, это символ Христа Поэтому вот эти вопросы, они очень сложные И получается, что, по сути, то христианство, может быть, не замечает того и продолжает каким-то образом поклоняться тому же солнцу Подводя итоги первого нашего такого условного блока, где мы говорили о датах, о времени рождения Христа Мы задали вопрос также Александру Болотникову, доктору богословия Подобный вопрос, что нам известно о времени рождения Иисуса Христа из Священного Писания Давайте посмотрим, внимание на экран Прежде всего, мы видим, что у нас, опять же, нигде в Евангелии, нигде ни в апостольских посланиях нету ни даты рождения Иисуса Ни какого-то указания отмечать этот день рождения Иисуса Следует заметить, что Иисус родился не зимой, 25 декабря по Григорианскому календарю, что соответствует 7 января по Юлианскому календарю А родился он осенью, сразу после праздника Кущи Вот, что, в общем-то, согласно тому, что происходило, если реконструировать эти события, да То оно соответствует Однозначно, что во время урожая и полевых работ никто из людей не пойдет в свои города записываться Также никто не будет идти зимой, когда льют дожди и опасность заболеваний Вы же понимаете, что это не машинами ездили То есть зимой никто по Израилю не путешествует А вот праздник Кущи – это один из самых больших паломнических праздников И, конечно же, если Вифлеем находится от Иерусалима в 10 километрах к югу То, конечно же, выполняя заповедь, записанную в 23 главе книги Исход Иосиф с Марией направились совершать паломничество в Иерусалим на праздник Кущи Ну а потом им было довольно удобно направиться в Вифлеем для того, чтобы оформить все свои вопросы документально Далее в программе С виду вроде побежденное язычество на самом деле оказалось сильнее И в народных массах осталось не богословское постановление собора, а остались вот те представления, которые и были Вера, основанная на библейских фактах и многовековых традициях Надежда, побеждающая смерть и опережающая время Любовь, меняющая жизнь и дарующая вечность Все это вы найдете в уроках «Верую» Звоните и заказывайте уже сегодня КОНТАКТ-ЦЕНТР Вопрос, который мы поставили доктору богословия до паузы Он звучал, что мы знаем из Священного Писания о рождении Так, хотелось бы еще более углубленно, возможно, потому что я знаю, что есть пророчество о Христе Что мы знаем вообще в Библии, что дает нам Библия о этом событии, какую информацию? Когда мы читаем Новый Завет, следует заметить, что Евангелие от Матфея, Евангелие от Руки, два Евангелия повествуют о чудесном рождении Христа То как раз таки эти места Библии и Священного Писания не цитируют Ветхозаветные пророчества И для справедливости ради нужно заметить, что все это начинается еще с книги Бытие Пророчество 3 главы 15 текста, где написано, что Господь говорит, что семя жены поразить змея в голову Христос, как семя обетованной Мессия, должен был прийти, когда исполнится полнота времени И Ветхий Завет, и Новый Завет говорят эти пророчества, что все девы во чреве примет и родит сына И нарекут ему имя Эммануил И когда Христос рождается в этот мир, то как раз таки ангел, пришедший к Марии, к Иосифу Он говорит о том, что имя рожденному святому младенцу будет Эммануил или Иисус, с нами Бог Все эти пророчества, они действительно исполняются, когда рождается Христос Благодарю Вас, ну хорошо, не дает нам Священное Писание, скажем, даты, времени Просто возвеличит это событие Ну вот, а в Новом Завете, откуда ты взял, взятший прецедент о том, чтобы Из Нового Завета о том, чтобы праздновать Рождество Что Новый Завет, какое значение он дает вообще этому рождению, вот именно Новый Завет Рождению Христа Новый Завет не дает нам прецедента праздновать Рождество как день Но вопрос к другому, это действительно величайшее событие, уникальнейшее во всей Вселенной Потому что в эту ночь Бог неразрывными узами соединился со своим творением Такого события не было ни до того, ни после Как уже говорили, с нами Бог, то есть Бог воплотился и воплотился теперь навечно с одним из своих творений Поэтому само событие уникальное, это даже назвать невозможно, это грандиознейшее событие Но опять же вопрос, если бы этот младенец дальше не рос и не совершал подвига жизни То спасение бы не было осуществлено Поэтому это грандиозное событие должно быть вписано в грандиозное событие Самой спасительной жизни Иисуса Христа Его смерть, Его воскресение, Его служение на небе Поэтому событие великое, но выделить его из всего плана спасения, это тоже будет не совсем правильно Даже для апостольской церкви не столько было важно рождение Христа Они не вспоминали об этой дате, они не имели конкретного дня празднования Сколько они говорили как раз о смерти и о воскресении И опять же мы должны иметь это в виду, чтобы мы не останавливались на только мессии рожденном Или на только мессии распятом А помнили, что служение Христа еще и до сегодняшнего времени продолжается Как служение первосвященника в небесном святилище Вы знаете, тут есть опять же некоторые языческие корни Которые вот именно увеличивают значение рождения Христа Потому что мы знаем изображение, идея рождения Бога Мы уже говорили, существовала во всех древних религиях И всегда изображение матери Бога, оно присутствовало И Зида, она изображалась своим сыном Гором на руках То же самое в других религиях И вот эта, знаете, икона, когда постоянно Мария с ребенком на руках Тут тоже есть такие нотки Поэтому я думаю, что вот это как раз углубленное возвеличение самого Рождества Это тоже какой-то пережиток того рождения Бога, который существовал во всех религиях Мне кажется, я понимаю, о чем вы говорите Вы хотите сказать, что люди придают больше значения Иисусу как младенцу, как ребенку Мы видим это сплошь и рядом То есть они, когда празднуют Рождество, вспоминают об Иисусе Не представляют его как бы царем, не представляют его Господом, Спасителем, его подвиг То есть он связан больше с какой-то датой вот прихода в мир В этом случае даже возможно неправильное использование выражения «рождение Бога» Потому что существование Христа как Бога не начинается вот с того момента, с утробы Марии Здесь скорее уместнее говорить о воплощении То есть когда Бог умаляет свою божественность, принимает человеческую природу И сходит для людей, чтобы быть понятным, чтобы быть близким, чтобы умереть за них Хорошо, но когда же тогда сформировалось вот такое празднование Рождества? Потому что сегодня Рождество в нашем традиционном представлении, понимании Оно все-таки обросло очень многими символами Хотелось бы провести, возможно, границу, что из этого хорошо Возможно, если так можно говорить, что плохо, что является от истины, что нет Там и калятки, и елки, насколько я знаю Раньше тоже елку ставили до советской власти, как мы в сюжете выяснили Во время Рождества, потом начали ставить на Новый год То есть все это присутствует И калятки, и гадания присутствуют То есть это все существует, все есть Важно заметить, что Когда мы сегодня говорим о Рождестве То вот, как я уже говорил, пророчества Ветхого Завета Они реализуются в Новом Завете И очень подробно Господь говорит о том, как это произойдет Для того, чтобы когда это происходит, все могли узнать это особое событие Были волхвы, были те богатые дары, которые они принесли Была и звезда на Востоке, и пастухи Все то, что описано, все реально воплощается и реализовывается И когда Церковь после этого события переживает моменты, когда Христос идет на Голгоф Умирает, потом воскресает, потом возносится к Отцу Небесному И Христа больше нет с людьми Божьими, с детьми Его Когда Церковь должна была сама идти Она, конечно, хотела, ну, имея доброе побуждение Будучи мотивирована хорошим, добрым Сохранить в памяти людей, в христианстве Вот это особое событие, чтобы Событие плана спасения, потому что мы не говорим Отрыв, вот в отрыве от плана спасения Не только рождение Христа Не только рождение Христа важно Важно вот все в комплексе, весь план спасения То есть рождение без понимания смерти, без понимания воскресения Воскресение теряет смысл, теряет таковой смысл Поэтому, когда после смерти последнего апостола В конце первого века Иоанна Церковь желает каким-то образом увековечить Имея доброе побуждение Вот это понятие рождения Христа Смерти Христа и воскресения То таким образом появляется То понятие Рождества, о котором мы говорим Но это абсолютно другое понимание Другое празднование Или другое особое событие, которое происходило Это было по-другому, не так, как сейчас Не было тех колядок, не было каких-то ёлок Не было чего-то такого Хотя и современный праздник Рождества Он имеет какой-то позитив, добрый Ну во всем мире люди друг другу дарят Какие-то хорошие слова Они становятся добрее на один день Что-то доброе осталось Но всё абсолютно искажено То, что было празднование Во втором, третьем, четвёртом веке То, что мы говорим Когда уже в 1431 году Это всё появляется как закон церкви Это абсолютно не то, что мы имеем сегодня Это абсолютно разные вещи Это позже, уже к этому празднику Он появляет языческую форму Языческий окрас И появляется здесь в добром и хорошем Например, гадание Что абсолютно противоречие Священному Писанию Библии запрещает эту практику Мы имеем и другие моменты О которых говорим сейчас Это и каляда И другие моменты Которые вносят в этот праздник Не библейское понимание Не библейскую истину А языческое, человеческое понимание То есть, возможно, сначала и было Благое побуждение Когда вот на Третьем Вселенском Соборе Была борьба с ересью Нестория И когда говорили о том Что нужно подчеркнуть Что Бог явился во плоти И тогда же и всплыла вот эта вот Дата празднования Рождества И была на уровне Вселенской Церкви Принято было это решение Но с виду вроде побежденное язычество На самом деле оказалось сильнее И в народных массах осталось Не богословское постановление Собора А остались вот те представления Которые и были И тем более, что так как дата Совпала с днем Зимнего солнцестояния То эти обряды Также вот попытались Якобы наполнить христианским смыслом Но по сути это осталось Празднование тех старых праздников Традиций и обычаев Да, хотелось бы подчеркнуть вот эту мысль То есть не церковь благословила Все гадания, колядование Церковь до сих пор не придерживается этого И наоборот пытается сопротивляться Но само желание церкви во церковь Языческое Оно конечно с языческим воцерковлением Пришло и все остальное То, что было в миру язычников И гадания, колядование И все остальное И церковь теперь пытается с этим бороться Но как бороться с тем, что уже привито Возможно даже в той же идее верте По рождественской постановке Пересказывать само евангельское событие Чтобы внимание людей обратить на это И не содержится ничего плохого Вот возможно в этом и не содержится ничего плохого Но само наполнение, само содержание Конечно совершенно уже в наше время Просто на день всепобеждающего солнца Языческих всегда были гадания Были специальные жрецы в Риме Которые на этот день должны были определять Судьбу государства на следующий год И оно постепенно вошло и сюда То есть если день побеждающего солнца Делают днем Иисуса Христа То конечно и все, что там внутри Оно тоже перешло как бы Благодарю вас Вы знаете, насколько я понимаю Новый Завет из наших рассуждений Действительно не дает ни дат, ни времени Не дает основания для празднования Рождества И наверное не случайно Господь так предусмотрел Потому что мало того, что нету даты А то, что они еще и совпадают с языческими датами И причем это сделано намеренно Это же не просто совпадение Оно сыграло очень плохую роль в христианской истории Как мне кажется Результат И желание было хорошее Вопрос вот в чем Действительно, есть ли тогда в жизни христианина Вообще место празднования Рождества В контексте там совсем Или в отрыве Скажем, если в отрыве нет То в контексте со всеми праздниками Каким оно должно быть, это празднование? Современный праздник Рождества В сознании людей остается как бы точечным таким событием Один день в году, который можно праздновать И только один день напоминать о том, что О том, что Христос родился в этот мир Но на самом деле Библия Больше заостряет наше внимание на самом событии На значении этого события На том, что пришествие Христа в этот мир Это как бы начало новой эры Мессианской эры С этого момента наступила реализация Еще одного этапа Плана Божьего по спасению человечества Когда Христос принимает На себя человеческую природу И когда Христос проживает Такую же жизнь, как мы То есть это не какие-то вот Сентиментальные размышления О том, что родился в мир младенец Не остановка только на том, что Христос так и остался ребенком А это больше как указание на весь комплекс Служения Иисуса Христа Рождение, смерть, воскресение Благодарю вас Я думаю, что на этом мы можем закончить наш диалог Потому что у нас еще есть время Специально отведенное Сергею Борисовичу Который будет обращаться С практическим знанием Или с практическим применением Этой темы для христианской жизни Вас я благодарю за то, что вы активно участвовали В нашей дискуссии И я надеюсь, что мы еще увидимся В последующих программах Сергей Борисович, пожалуйста, вам слово Далее в программе Многие люди празднуют праздник Говорят, сегодня же праздник Что можно делать, что нельзя делать Борис, да разве это главное? Вера, основанная на библейских фактах И многовековых традициях Надежда, побеждающая смерть И опережающая время Любовь, меняющая жизнь И дарующая вечность Все это вы найдете в уроках «Верую» Звоните и заказывайте уже сегодня Мы продолжаем рассматривать Праздничный церковный цикл И иногда спрашивают нас Другие верующие из других конфессий Вы празднуете Рождество? Празднуете ли вы Пасху? Но по Библии, по сути, в Новом Завете Только остался один праздник Который, к сожалению, не празднует Со многими христианами Это суббота Потому что мы уже рассматривали Что в Ветхом Завете был тот же цикл Суббота Господня, праздник Божий И все остальные праздники, Бог говорил Это праздники ваши Которые исполнились в Иисусе Христе Поэтому уже в теме мы говорили Что Пасха — это Христос в моей жизни То есть праздновать Пасху — это жить жизнью Иисуса Христа И я думаю, как вы уже поняли Из размышлений наших экспертов То же самое мы будем говорить и о Рождестве Хотя вы знаете Опять же я хочу сказать Что мы не склонны кого-то критиковать Мы вот часто в последнее время В связи с праздниками звучит идея Что христианство воцерковило Языческие праздники Но если взять контекст Исторических тех событий То это как-то можно объяснить Я в объяснении уже сказал Что это хорошее было в кавычках Желание в кавычках Вы знаете, на Константине Христианство еще не было утверждено 100% Юлиан Отступник, который жил после Константина Где-то 20 лет спустя Он громил христиан Он приказывал язычество Опять утвердить в Римской империи Мы должны это понимать Что если сказать, что с Константина Христианство уже стало Знаете, таким всепобеждающим То нет Александрийские события были Где в Александрии было много ученых Серьезных От которых зависело благоденствие империи Они не хотели прощаться с язычеством Поэтому это был определенный в то время ход Хороший он или плохой Он был действительно политический Как-то с язычеством с этим примириться Потому что империя не могла терять лучшие свои умы Только потому, что они так просто Не хотели принимать христианство Поэтому вот и был такой политический ход А что есть им для того, чтобы пойти на мировую с язычниками И спокойно им дать возможность пройти в христианство Если их праздники не обозначить Какими-то другими названиями Опять же, это был хороший был в кавычках ход Потому что мы еще говорили, что в Ветхом Завете Бог запрещал связываться с язычеством И иметь с ним что-то общее Но христианство на это пошло Опять же, не хотим критиковать Это была эпоха, это было время В христианстве к руководству пришли Представители греко-римской культуры К которым тоже это как-то было близко Но мы видим, что это хорошее в кавычках событие Привело вот к таким последствиям О которых мы говорили во время Пасхи Во время Рождества Что с этими языческими праздниками Пришло и то плохое, что было в язычестве И гадание, и многобожье И поклонение каким-то духам И так оно все слилось И сейчас церковь пытается С этим как-то бороться, противостоять Но уже сложно Но на самом деле действительно событие было Это событие прекрасное И в Матфея в первой главе мы читаем Когда приходит Христос на эту землю То перед этим были определенные события Иосиф же, муж ее, будучи праведен И не желая огласить ее Хотел тайно отпустить ее Но когда он помыслил это Си ангел Господин явился ему во сне И сказал Иосиф, сын Давидов Не бойся принять Марию, жену твою Ибо родившаяся в ней есть от Духа Святого Родит же сына И наречешь ему имя Иисус Ибо он спасет людей своих от греховых И здесь прекрасно показано А как же в какой семье Бог решил Чтобы его сын родился Само событие, что Бог доверяет Своего сына человечеству Это говорит о том, насколько Бог любит Вот вы бы доверили своего ребенка Ну непонятно кому Чтоб он его воспитывал Вводил в жизнь А Бог доверяет простой семье Иудейской Иосифа и Марии И эта семья такая, знаете, написана Верой Великой Потому что, ну вот представляете Положение Иосифа Он знает, что Мария беременна И вопрос, что он должен был сказать По закону он должен ее подвергнуть Был суду Но написано, что настоящий праведник Не спешит судить Написано, что Иосиф, будучи праведный Не желал огласить Марию Знаете, сейчас существует, может быть Много христианских праведников Которые за грех сразу готовы человека побить камнями Но Бог с интересом смотрит А в какой же семье родится Христос Как Иосиф отреагирует Иосиф не выходит, не говорит Я буду тебя судить Неизвестно от кого ты будешь иметь ребенка Иосиф приходит и говорит Мария, ну вот такое положение Давай я тебя отпущу Это говорит о настоящей праведности О настоящей любви Вот это слово отпустить Оно переводится и как простить То есть еще ангела никакого нет Но Иосиф уже желает как-то участвовать По-доброму в жизни Марии И когда Бог увидел его желание Его настоящую праведность, его любовь Тогда уже ангел благовестует Что не бойся, принимай Потому что это чудо Она чистая, она честная Но здесь Дух Святой Вмешивается и родится вот тот В твоей семье О котором ты мечтал сам Вот такое интересное событие Вера, а какая вера у Марии? Да такой веры, наверное, мы вообще не найдем В Писании, кроме веры Иисуса Христа Представляете, приходит ангел и говорит Ты родишь от Духа Святого А как это объяснить на улице? А как это объяснить Иосифу? Да что это такое? И Мария с верой говорит Да будет мне по слову твоему Поэтому первое Бог делает все, чтобы Христос Родился в семье простых Но по-настоящему верующих людей Которые действительно верят тому Что говорит Господь Само событие уникальнейшего Вселенной Бог соединяется с творением Апостол Павел пишет Евреям 2 главе А как дети причастны плоти и крови То и Он так же воспринял оное Ибо не ангелов восприемлет Он Но восприемлет семя Авраамова Посему Он должен был во всем уподобиться брать События Бог не с ангелами навсегда породнился Он породнился с нами, с падшими людьми Как велика благодать Божья Самое низкопадшее творение Бог желает взять его и вытащить из этой ямы Породнившись с ним И Павла поражает, что Бог не ангелов воспринял Бог воспринял семя человеческое Христос приходит в эту плоть И вы знаете, это вопрос Который был И многих людей древности удивляло Да как Бог может принять эту плоть Мы уже говорили, что гностики, стойки Тот же Арий Да этого не может быть Но на самом деле Бог принял эту плоть Бог не принял греховность этой плоти Мы должны об этом говорить Потому что в Луке написано Рождаемое святое Потому что Дух Святой осенил Марию Во время этого рождения Но Бог принял ослабленную плоть Мы читаем, что Христос жаждал Христос алкал То есть Христос полностью решил пройти путь Адама Христос решил бороться с дьяволом в человеческой плоти Это очень важно Потому что некоторые Да Христос же Бог Дорогие мои В Христе и Бог, и человек И как это взаимодействовало нам не открыто Это тайна Павел пишет Это великое благочестие тайна Может быть для кого-то это все ясно Вот Христос Бог Он должен был поступать так Вот он человек Он должен был поступать так Павел пишет Это тайна великая Поэтому Бог идет на такой риск Ради нашего спасения И Павла этот риск поражает Он говорит Великое благочестие тайна Будьте осторожны в размышлениях В этих спорах О природе Христа Мы должны быть очень осторожны Но мы видим, что Христос прожил человеческую жизнь Точно так же, как и мы Молитвами, верой И умер То есть Он дошел до самой смерти И поэтому мы и говорим Что нельзя выделять только рождение Потому что А что такое рождение Бессмертия Христа Хорошо, что Христос родился Но если бы Он за нас не умер Если бы Христос не воскрес для нас Как мы говорили в прошлой передаче На Пасхе То рождение, оно бы закончилось Вот этим маленьким младенцем Который кого бы мог спасти И поэтому мы говорим О всем цикле Спасительном цикле Жизни Иисуса Христа И Бог родился в нашей плоти Чтобы возвысить человека Бог не просто нам решил подарить жизнь Вечную Бог решил человека Сделать соправителем Вселенной Писание говорит Побеждающему дам сесть со мною На престоле моем Как и я победил и сел с отцом моим На престоле его Имеющий ухо Да слышишь, что Дух говорит в церкви Мы иногда думаем Кто такие перед Богом мы люди Грешные, слабые, ошибающие Что он от нас желает Борис, я от вас много желаю Я хочу, чтобы вы сидели на моем престоле Херувимый престол только носят А люди на нем будут сидеть Вот так Бог падшего человека Возвысит до таких высот Чтобы всей Вселенной показать Что значит его благодать И дальше мы читаем чудесные тексты Откровения Ради чего родился Христос Чтобы возвеличить человека Довести его до высот И вот мы читаем Откровение 4 глава И тотчас я был в духе И вот престол стоял на небе И на престоле был сидящий И сей сидящий видом Был подобен камню Яспису и Сардису И радуга вокруг престола Видом подобная Смарагду И вокруг престола Двадцать четыре престола А на престолах видел я сидящих Двадцать четыре царца Мы уже говорили в одной из передач Что два четыре царца Это представители земли Которые были воскрешены Во времена событий Которые проходили в Иерусалиме Они сидят уже на престоле И они сидят не просто Которые обличены были в белой одежде И имели на головах Своих золотые венцы Вот для чего Родился Прожил эту жизнь Умер и воскрес Христос Чтобы человека поднять До высот вселенной И дальше мы читаем И поют новую песнь Говорят Достоин ты взять книгу И снять с нее печати Ибо ты был заклан И кровью своей Искупил нас Богу И всякого колена И языка И народа И племени И соделал нас царями И священниками Бог Нашему И мы будем царствовать На земле Это то на что претендовал дьявол Мы уже говорили Что в Исаии написано Что дьявол хотел На престоле сесть В сонме Богов Вот почему дьявол Ненавидит человека Потому что дьявол понимает Что человек будет там Куда хотел попасть он И Христос в человеческой плоти Уже сидит В сонме Богов Вот какое величие Бог нам предложил И это величие На этой земле Началось с рождения Спасителя Итак Весь праздничный цикл Христианский О котором мы говорим Он приводит нас к одному Что праздник должен быть в сердце Христос должен быть в сердце Жизнь Христа должна быть в сердце Во всей полноте И рождение И принятие И жизнь И смерть со Христом Это путь христианина Христианина Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова